Из-за звериной крови нормально выспаться просто не получается. Ну да ладно. Хотя бы я попытался. Головы. Кодулок ждет головы. Кодулку они очень нужны. Я думаю, имеет смысл, но я просто великолепное время выбрал, чтобы добраться до Вайтрана. Я думаю, что Кодулок... В смысле Кодулок. Я думаю, что имеет смысл спросить остальных. Может быть, они тоже хотят избавиться от звериной крови. Эйла вроде как очень за то, чтобы остаться. То есть она очень любит эту силу. И не осуждаю, она имеет право делать что хочет. Какого черта... Это кто вот сейчас бегает? Что нормально? Никаких битв нет, а то я постоянно попадаю на какие-то такие моменты. Что кто-то где-то с кем-то воюет. Иду вдали, там паук с соблезубом режутся. Кто сильнее? Такое. Поэтому на такие моменты реагирую уже, может быть, даже не совсем адекватно. Почти пятнадцатый. Я понятия не имею, что делать с очками опыта. Ну, в смысле знаю. Местами я буду экспериментировать. Просто оставляю иногда на прокачку чего-то, что я понимаю, потом мне откроется. И что я захочу прокачать. Но такие какие-то экспериментальные штуки тоже. Имеют место быть. Так, ну... Я опять же не думаю, что в Юрваскре кто-то прям... Эти двое больше нас не побеспокоили. Пит. Понятно, все с тобой. Они все-таки напали. Так, они... Они еще не окончательно поджали хвосты и не остались сидеть. Кодлок отправил меня с поручением. Надеюсь, это было важное поручение. Ведь из-за него старик остался без защиты. Серебряная рука. Они наконец осмелились напасть на Юрваскар. Мы отбились. Но... Старик... Кодлок... Погиб. Кто-нибудь еще пострадал? Нет. Но они унесли все наши обломки в утром. И мы с тобой должны вернуть их. Мы атакуем их главный лагерь. Никто из них не уцелеет, чтобы рассказывать свои байки. Только в Юрваскаре воспоют эту битву. Мы отомстим за Кодлока. И перед смертью они познают ужас. Почему это постоянно с нами происходит? Просто... Камилла идет по стопам Рейма. Ну, серьезно. Сейчас не доголов, да? Ну, пойдем. Прямо сейчас выйдем. Пошли, Вилкос. Оторвем этим тварям все. Например. Не оставляй никого в живые. То есть я чистил, чистил, чистил и еще раз чистил лагеря этих уродов. Они просто пришли, заявились в Айтран. К Юрваскару. К Юрваскару и... Каким-то образом умудрились оказаться... Прям вот у Кодлока, то есть... В смысле он остался без защиты? В Юрваскаре постоянно кто-то есть. Кодлок, как правило, сидит на нижнем этаже в своих... В своем... В своей комнате. Хотел назвать... В своих покоях, но там не то, чтобы есть покои. Он сидит в своей комнате. Чтобы добраться до него, нужно пройти через... Не один десяток... Хороших, сильных бойцов. Как вы умудрились это сделать-то? Я же не могу постоянно быть тут рядом. Мне понравилось, что по тону Вилкаса я еще каким-то образом... Мог оказаться в этом виноват. В том, что, видите ли, они не защитили Кодлока. А меня не было. Что самое интересное, то же самое могло спокойно произойти и с кем-то... Ну, не со мной. Я уверен, не я один был на задании. Кодлок дал очень... Деликатное поручение, да? Мы пока что не раскрываем карты перед... Всеми соратниками в плане... Очищения, назовем это так. Но... Он мог отправить со мной кого-то другого. Кого-то еще. Это был полностью его выбор. Опять же, я не могу постоянно находиться здесь рядом. Это невозможно. Вилкас как-то отстает. Не суть важна. В принципе, можно, я думаю... Пропустить кусок дороги, который я уже... Не знаю, 15-16 раз осваиваю. И... Сейчас понять, куда идти. Значит, я здесь, да? Надо просто обойти... Я таким очень медленным темпом... Я не знал, что у них есть шлемы. Таким медленным темпом... Приближаюсь к вентерхолоду. Господи, эти опять расспрашивают про... Женщину, которую они ищут. Так и не могут найти уже... Сколько времени. Так. Да, тут обходочка. Есть тропинка. А я вообще про это и говорил уже. Про то, что стоит нам, по-моему, просто собраться... Самым сильным из круга. Объединиться. Пойти всем вместе. Я бы... Я бы... Еще Эйл с собой прихватил. И... Фаркаса. Собраться и пойти... Просто разрушить их... Главное логово, да? Почему мы и не сделали этого давно? Почему все не сделали этого давно? Мы, блин, соратники. Воины, у которых... В крови течет... Линия... Вервольфов. Вервольфов. Мне не сюда, если я не ошибаюсь. Я как бы запомню это место, но пока что нет. Нас в жилах течет. Мы можем превращаться в Вервольфов. Что произойдет с... Группой людей, на которую нападет... Просто... Не знаю... Восемь. Да даже пять Вервольфов. Ну... Кто-то, конечно... В результате может и пасть. Мне не нужен этот форт. Я его... На обратном пути, если будет время, тоже зачищу. Просто пока что есть... Конкретная цель. И... Ею нужно следовать. Тут достаточно неочевидная такая тропинка просто. Она не особо похожа на тропинку. Но подняться можно. Что немного странно, конечно. Но здесь можно. Так, и вот уже... Начиная, возможно, с этой башни, может идти какая-то... Барон, это бандиты? Это бандиты. Бандиты. Ну, такой маленький фортик я... Поговорю, конечно, не попаду. Ну, спускайся сюда. Трусливая задница. Господи, мы не к тебе подняться, что ли? И, видимо, не наступаю, да? Судя по тебе. Кто? Да почему же зачарованное оружие? Это у нас всех... Тоже хочу. Ну, оно у них у всех, зараза, двойное. Хрен, что с этим сделаешь? Что такое? Ну, что-то... Серьезно? Я на новичке сломался? Что ж, Вилк из поздравляют, да пропустил его веселье. Мог бы помочь, конечно, но... Почему-то ты решил очень медленно за мной следовать. Так. Стрелы заберу. Тут ничего нет, но есть еще этаж пониже. Ну, это похоже на... Да, просто спуск. Куда мне не особо ты... А, не, подожди, или... Все правильно, вот их форт. Можно было не подниматься наверх. Понятное дело, что уже поздно, но... Не так уж, что это и важно. Так. И что? Дозорные есть? Дозорные есть. Еще какие? Мимо. Ну, же знает обо мне. Потому что днем. Днем. Днем-то, конечно, идти была гениальная идея. Это что еще такое? Как-то я не помню в серебряной руке орков, если честно. А лекантропия. Может тоже содержаться полезная информация. Но мне уже, понятное дело, не нужна информация про потенциальное лекарство. Все же просто было интересно. Так, ну и перед входом посмотрим, что я тут могу сделать. Так. А там вот что-то поднялось, смотри. Скрытность. У-у-у. Вот сейчас сюда я все это и дену. Растяжка да растяжка. После выполнения тихого кувырка урон от оружия в течение трех секунд увеличивается на 40%, а без оружия на 40 единиц. Ну, ситуативно, но полезно. Ваши шаги и экипированные доспехи производят на 75% меньше шума при движении в режиме скрытности. Естественно. Скрытные атаки кинжалами наносят дополнительный урон в размере 1% урона за каждый уровень скрытности. Ну-у-у. Какое себе. Вы наносите кинжалами на 25% больше урона при нанесении удара противнику со спины. Если у цели полный запас здоровья, то происходит критический удар, наносящий тройной критический урон. Короче, я прокачаю это с целью подумать о кинжалах. Так что совершенно да. Я вот стрельбу все еще думаю. А, у меня же приближение-то все-таки есть. Я же его прокачал, я забыл немного про это. Так, вот это вот один. Меня очень сильно раздражает. Надо куда-нибудь деть. Вот куда? Непонятно. Это будет только на 40-м. Красноречие прокачивается очень уж медленно. Понятное дело. Подноручки ничего. Тут точно ничего не нужно. Опять же можно оставить. Сейчас так еще раз может быть. Можно прокачать змеиный глаз на... Типа на будущее у меня. Хотя подожди, какое будущее? А, ну да. Не знаю, почему вот эти два... Две вот эти способности как-то связаны между собой. Но типа я в любом случае хочу легкий шаг. Но вот этот змеиный глаз, он мне настолько вот не нужен. То есть это талант, который будет подсвечивать мне противников в помещении. Можно было бы вот так-то и не пугать Вилкос, окей? Так, но тем не менее, мы здесь. Интересно, буду ли я успевать тетивуту натягивать после всех этих... Кувырков. Вилкос, твой выход, по-моему. Вилкос, кстати, знаешь, можно форму принять. И я не буду против. Нет, не хочу, мне костюм жалко. А вот... Ты, я думаю, к этому привык. В любом случае с тобой скрытность не пройдет. Хотя вот какие-то... Каким-то образом некоторые умудряются не слышать нас. Хотя броня такая же, как у Фаркаса. Гремит так, что, ну... Бесполезно даже... Что-то думать. Так, это закрыт с другой стороны. Значит, это будет... Обход. Ну да, идем налево. Пытаюсь как-то воспользоваться кувырком, но... Не знаю. И как бы... Мне надо сделать кувырок... И после этого выстрел. Ну да. Как-то так. Вот это вот услышала мадам. Услышала Вилкаса. Это не мадам или это орк? Орк! Ну вот такой вот, в общем-то, орк. В орке я только что увидел женщину. Хочется отметить, что... Вилкас как-то поэффективнее Фаркаса будет во всех отношениях. Прах вампира? Зачем этим дебилам прах вампира? И где они его нашли, главное? И зачем взяли с собой? Иногда нахожу такие странные вещи. Кузница молот на ковальне. Это про кузнечное дело. Почему-то ничего не дало. Адепт. Ну, адепта я тоже открою. Уже с увеличением уровня. Я... Нет, я на самом деле радую замкам, которые повыше будут уровня сложности. Потому что они позволяют... Улучшить навык. А я улучшать навыки люблю. Мне очень нравится навык. Он, правда, на сотом уровне. Но, блин, навык, чтобы при... Сколько там? 100 взломов и 2 очка навыков. За 100 взломов. По-моему, это... Очень даже того стоит. Понятное дело, что может быть долго, но... Рано или поздно 100 накопилось бы, я уверен. Двеймерская броня. Опять же, не знаю, где они ее берут. Типа, это серебряная рука. Начну с того, что существуют они, как просто обычнейшие бандиты. Подземелья, пещеры. Вот такие форты. Так, бандиты существуют. В таком формате. Они так живут, то есть, ну, у них как бы не... У них нет как такового дома базы, хотя это считается главной базой. Серебряные руки. Куда ты с луком пошла, в елка, Сая? Умри. И почти добрались. Естественно, надо всех обократь здесь, потому что, ну, они же... Они же просто законченные твари. А мы знаем вообще, кто предводителем, прям, ну, лидером является? Типа, они убили кодолка. Я хочу... Отомстить и убить вот... Кто у них является кодолком. Кто у них главный, кто выдает приказы и тому подобное. Кто это был? Иди сюда. Победа за... Победа за ним. С этим ты не поспоришь, Вилкас, я тебя прошу, не наступи на это. Спасибо. Потому что шипованная стена, кстати, хорошая шипованная стена. Это опасно. Еще это говорит о том, что у них здесь есть ловушки. Я очень сомневаюсь, что она одна. Вилкас! Еще и критом. Как-то у них база не заканчивается. Я не вижу, чтобы она началась. Потому что все какое-то... Очень помойное. Но тут вон вообще ледяные пещеры. Как раз увеличением. С переката. Правда, вот это место выглядит так, как будто вот... Кто помнит пещеру, где сидели бандиты или некром... Бандиты, по-моему, это сидели? Нет, это были какие-то культисты. Так. Дичал и Вервольф. Освобождать не буду. Нет, спасибо. А дичал... А дичал и культисты. Там были культисты, некроманты, что-то типа того. Рейм еще с ними. В общем-то разобрался, но... Они ребенка типа посадили в клетку. Проводили какие-то опыты. Он в итоге не успел... Спасти его. Все довели до конца. И вот здесь... Попытали... Вервольфов. О дичалах, не одичалах, неизвестно. Не все здесь одичалые. Вот кто-нибудь есть? Вот кто-нибудь есть? Ну давай. Куда ты за... Печь спрятался, блин. И сюда. Блин, ты серьезно? Что он рассчитывал? Все, закончились. Тут в углах могут быть сундуки. Я не знаю, почему здесь везде так темно сейчас. Но тут могут быть сундуки. Какие-то секреты. А в темноте их можно очень запросто не увидеть. Все же вопрос остается неизменным. Главарь. Где? И все воины. Да похоже, лидера тут особо-то... И нет. Все. Все, что ты знаешь? И все. Я заплачу. Так, и мертвы все. Без исключения. Опять прах вампира. Я не знаю, откуда они его взяли. Я не знаю, зачем они его взяли. Серьезно. Это очень странно. Так, но вутрод. Которое теперь полностью в обломках. В смысле, обломки. Они и были в обломках. По-моему, мы нашли часть. В общем-то, главное, чтобы оно не потерялось. Никоим образом. Иначе будет не очень. И все. Можно возвращаться. Обломки есть. Обломки есть. Серебряная рука уничтожена. Понять бы только еще, что с обломками делать. Но пока что свершилась просто месть. Ничего особенного. Пока что мы просто пришли и отомстили. Ну, забрали свое. То, что по праву мы нашли. То, что по праву нам принадлежит. Думаю, ничего страшного, если воспользуюсь здесь. Один единый раз. Просто дороги, которые уже у меня заезженные. Такие, ну... Да? Пойдем. Прямо туда уже иду. Последний долг. Это кодовок и жаль. Мне, мне, мне жаль, что он ушел, так и не излечившись. Вот это мне действительно жаль. Кто начнет? Давайте я. Перед древним пламенем. Мы печалимся. Перед лицом потерь. Мы скорбим. Попавшим. Мы плачем. А для нас... Остал момент прощания. Прощание. И вот дух отошел. Члены круга, давайте же отступим в нижнюю пыль. Чтобы вместе пригоревать обошедшим. Обломки в утро все еще у тебя? Мне нужно подготовить их к перекопке. Да, вот возьми. Осторожней с ними. Мы ведь не хотим, чтобы они еще сильнее поломались, правда? Разумеется, я хочу попросить тебя о небольшой услуге. Есть еще один осколок, который кодовок всегда держал при себе. Ты можешь пойти в покой старика и принести его? Я не достоин того, чтобы копаться в его вещах. Ну ладно. Я ценю это. Моя бедная фрейлия считает, что Торальд еще жив. Но мне-то виднее. Угу. Так, осколок кодовка, а потом в нижнюю кузницу, да? К остальным. Я говорю, если бы мы успели его излечить, и если бы он как-то ушел уже будучи человеком, это было бы намного лучше. К сожалению, не вышло. Не успел. Он очень сильно хотел, и в итоге произошло просто то, что произошло. Непредвиденное произошло. Все еще не знаю, каким образом его вот не защитили, типа. Правда. Так, осколок. Обломок. Дневник у него еще был. Во сне я видел череду предвестников, и во главе них стоял изгромор. Каждый восходил в Совенгард, пока не пришла очередь Терфига, который впервые обратил на нас на путь... Который впервые обратил нас на путь зверя. Он пытается войти в Совенгард, но прежде чем он доходит до Цуна, на него кидается огромный волк и утаскивает его в охотничьи угодья, где Хирсин, смеясь приветственно, поротягивает ему руки. На лице Терфига видна досада, но также и готовность присоединиться к Хирсину после того, как всю жизнь он провел зверем у него на службе. Затем я вижу, как каждый новый подвес, предвестник отказывается от Совенгарда и вступает в охотничьи угодья по собственной воле. Когда очередь доходит до меня, я вижу, что из-за тумана на горизонте зовет меня Великий Цун. Похоже, у меня есть выбор, а затем подле меня возникает некто, кого я не видел прежде. Я смотрю в ее глаза, и затем мы, обернувшись, видим того самого волка, что утащил Терфига и вместе достаем оружие. Я знаю, что это лишь сон, но сон столь незаурядный, что побуждает меня взяться за перо, а значит, в нем есть что-то важное. Я поговорил с Кругом, но умолчал о незнакомой фигуре и сна. Не то Скьер стал бы волноваться, что я перестану с ним советоваться. Возникший разброд мнений меня не удивил. Скьер и Эйла верны путям зверя и даже предполагают, что в загробной жизни выберут именно охотничьи угодья, если и впрямь будет выбор. Более других, похоже, возволновался Вилкас. В битве этот малый свиреп, как саблезуб, но огонь его сердца порой горит слишком ярко. Он почувствовал себя обманутым, и я не осуждаю его. Фаркас не знал, что и думать, но я уверен, что в итоге он поддержит меня и своего брата. Он всегда так делает. Я не знаю, что делать со Скьером и Эйлой. Я знаю об их уважении к соратникам и ко мне в частности, однако они чаще слушаются зова крови, чем остальные из нас. Удача нам улыбается. Вчера Вилкас говорил мне, как трудно ему было отказаться от трансформации. Близнецы и я решили больше не поддаваться зову звериной крови, пока не найдем путь к излечению. Как по мне, так у меня в голове прояснилось... Аааа... Как по мне, так у меня в голове прояснилось. Однако Вилкас, похоже, не очень хорошо это переносит. Зато Фаркас чувствует себя прекрасно. Этот парень продолжает удивлять меня своей стойкостью. В то время, как Вилкас мне жаловался сквозь тени Йорваскра, я увидел, как пришел кто-то новый и пожелал присоединиться к нам. Это она, та незнакомая фигура из моего сна, что объединится со мной в схватке со зверем. Вилкас стал говорить туманно, дабы не посвящать посторонних в наши проблемы. А мне приходилось быть вдвойне предусмотрительным, чтобы не выдавать наших тайн новичку и в то же время не раскрывать подробности моего сна Вилкасу. Не представляю, как политикам удается каждый день проворачивать подобные махинации. Так или иначе, я отправил Вилкаса испытать новичка. Посмотрим, действительно ли она тот великий боец из моего сна. Новичок, похоже, вполне ничего. Она называет себя Камилла, и ее отвага уже произвела впечатление на некоторых из круга. Я же пока пытаюсь решить, насколько она соответствует образу из моего сна. Посмотрим, как будет складываться ее судьба, прежде чем ее... прежде чем я ей признаюсь. Меж тем, я ищу способ очистить свою кровь. Записи легенды по этой теме скудны и противоречивы. Мне бы не хотелось вовлекать в это колдунов, однако боюсь, что лишь они знают, где найти нужные мне знания. Теперь мне уже очевидна ошибка Терфига, решившего нас изменить. Магия и все с ней связанное противоречит духу соратников. Мы решаем наши задачи напрямую и не нуждаемся в подобных уловках. Мне остается лишь надеяться, что я успею вернуть нас на истинный путь из Грамора, прежде чем... меня возьмет Лен. Камила продолжает меня удивлять. Не знаю, какую сторону займет она в отношении крови, но пока что этот вопрос не поднимали. Она знает, что в нас течет кровь зверя и проявляет некое любопытство. Скоро я смогу посвятить ее в наши проблемы и надеюсь узнать, какую роль она себе выберет. Удивительно, как Эйла надеется сохранить секрет посреди этой пьяной толпы, особенно сейчас, когда мы потерялись к Йора. Сердце обливается кровью. Эмоции на пределе и уследить за собой все сложнее. По-видимому, она и Камила начали собственную войну против Серебряной Руки в отместку за смерть Скьора. Их сердца полны благородства, но тропа омщения не милосердна. Я опасаюсь ответного удара, что может последовать, если они не научатся сдерживать свою ярость. Камила, впрочем, держится доблестно даже в эти мрачные дни. Нам не так часто случалось беседовать, и я глубоко сожалею об этом. Полагаю, что ее ждет великая судьба. Теперь я понимаю, что ее появление в моем сне действительно говорит о том, что она и есть тот предвестник, что станет моим преемником. Я видел не так много снов за свою жизнь, но научился верить тем, что приходили ко мне. Я умею доверять голосу своего сердца, и она говорит мне, что Камила сможет нести идеи соратников не хуже любого обитателя Юрваскра. Особенно теперь, когда мы потеряли Скьора. Эйла слишком обособлена, Вилка слишком пылок, а Фарка слишком добродушен. Лишь Камила с воинской стойкостью сможет сохранять трезвый разум среди плавающих сердец. Однако пока я не стану посвящать ее в это. Слишком тяжело ношу. Надеюсь, что в грядущие годы она и я сможем совещаться друг с другом, и я усумею вознаградить ее мудростью предвестников. Все в свое время. Для начала мне надо, чтобы она могла мне разобраться с гленмирскими ведьмами. Похоже, в нашем пути к излечению будет нечто поэтическое. Расплата постигнет тех самых мошенниц, которые нас прокляли. И по понятным причинам это была последняя запись. Не знаю, насколько я должен был читать его дневник, но мне было интересно, вдруг там какая-то важная информация касательно как раз ведьм, которая может быть как-то помогла бы что-то разъяснить. потому что у меня есть головы, но я теперь понятия не имею, что с ними делать. И нам нужны записи. Какие-то. То есть какие-то записи о вервольфах. Не знаю. Кто-то, кто об этом знает еще помимо кодовка. И куда отнести? Ушел, что ли, домой? Сказал, принеси мне осколки и ушел домой? Серьезно? Ну, это не серьезно. Ну, да. Ну, черт. Ну, ладно. Я могу и поспать. В таком случае. Я, конечно, остался в комнате, понятное дело, зачитался, но как-то это все странно. Хотя, стоп, там же круг собирался пойти в нижнюю кузницу и что-то там устроить. Только надо проверить их. Чтобы они какой-нибудь фигни не наделали. Да. Мне просто интересно, что они там устроили. Оставь меня в покое. Оставь меня в покое. Не сейчас. Да? Ну, ладно. Я не знаю, что они там затеяли, но мне это не нравится. Главное странно, я являюсь членом круга и при этом они меня посылают. конечно, понимаю, они очень они очень грустят, но со мной уже на данном этапе они могли бы и поделиться своими какими-то планами, потому что у Эйлы и так были какие-то такие взгляды на месть. ну то есть мы ходили, мы мстили. По сути, мы просто ходили, мстили всем уродам, которые... Где тут моя кровать? Я ни разу... Ее не пользовался, блин. Она не здесь, потому что... А тут теперь еще и Кодовака просто убили и это прям ну совсем. Ну не всех подряд. Не надо мне тут. Я-то знаю. Ну нормально выспаться, конечно, не получается из-за этой звериной крови, головы. Головы есть. Есть причина проклятия. Есть причина проклятия, значит, можно избавиться. Надо просто понять, как это сделать и что надо сделать. У меня есть не просто голова ведьму, у меня есть пять голов ведьмы. А это уже заявка на... на реально излечение. Так, я не знаю, почему... О, господи, ты решил просто пойти спать вчера? Сегодня, когда это было. Но обломок я нашел. блядь. Благодарю. Благодарю. Твои братья по оружию удалились в нижнюю кузницу. думаю они ждут тебя до ночью они меня выперли и что теперь у них зародился план которым они готовы со мной поделиться пошли те разговоры он хотел встретиться с изграмором и познать величие сомгарда но этому не суждено было сбыться из-за него уже отомсти кодлок не стремился к мести нет фаркас не исполнилось и сейчас не время об этом говорить мы должны воздать почисти кодлоку чтобы мы не думали о крови это верно он хотел этого и он это заслужил год лак часто говорил что хочет очистить душу даже в смерти ты знаешь легенды о могиле из грамора там души предвестников внимают зову северной стали гробницу не войти без в утро она разломана на куски тысячу лет назад а драконы были всего лишь легендой а эльфы когда-то правили скайрим если мир таков каков он есть это не значит что он останется таким навсегда секира оружие инструмент инструменты ломаются и их чинить это клинок восстановлен наша сестра по оружию впервые в истории собрала все обломки пламя героя может вновь сковать то что слово костер кодлока станет пламенем возрождения утрат и тут нам снова понадобишься ты возвращение обломков твоя заслуга значит тебе и выходить с утра на битву остальные готовьтесь отправиться к могиле из грамора ради кодлока за кодлока что Субтитры создавал DimaTorzok